всем доброго времени суток я на презентации нового вернее обновленного kia sorento того который будет продаваться у нас в украине уже для украины доступны три комплектации с одним двигателем тем же дизельным 2 и 2 а мощностью 200 лошадиных сил с крутящим моментом 441 ньютон метра и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач разработки собственной разработки киа кендей я когда начал читать информацию про эту машину сразу подумал все эта машина моей мечты но оказалось только максимальной комплектации за 48 тысяч долларов эта машина приближается к идеалу моему идеалу младшая комплектация стоит 38 тысяч долларов вам с половиной с потом идет 42 тысячи долларов и максимальная комплектация 7 местная 48 тысяч долларов старших комплектациях полностью автоматическое управление светом адаптивная диодная оптика задняя диодная оптика как и все современные автомобили kia sorento обзавелся система безопасности это адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения для избежания дтп вот собственно эта камера которая обеспечивает работу адаптивного круиз-контроля и систему экстренное торможение данная система работает на при скорости 60 70 километров в час что вполне достаточно для функционирования в городском цикле это также отличаются дисками это у нас максимум на 19 дисках а комплектации по младше могут иметь 18 и 19 диски сяду-ка я на заднее сидение ну я знаю что здесь места много не в реально реально очень удобно сидеть на заднем сидении это при том что я не регулировал можно сейчас отрегулировать нас спинка регулируется вот и еще можно ее подвинуть вперед они вперед это плохо назад вот назад максимальное положение очень удобный диванчик колени места для моих коленей больше чем достаточно что есть на заднем сидении у нас как бы вот это вот у нас дефлекторы которые дуют нас с двухзонного климата и регулировка у нас интенсивности обдува вот и у нас тут где-то есть еще юсб и прикуриватель розетка прикуривателя 12 вольт кармашки для спама соседняя сидушка выдвинута вперед относительно той которая сижу я на максимум назад это на максимум вперед но тут наверно узкого то уже задний ряд нас оборудован подогревом сиденья открываю дверь сидение ушло назад закрываю ушло вперед на то место которое записано в памяти максимальная комплектация у нас электрорегулировка вылет подушки спинка наклон поясничная поддержка также есть у нас память для двух водителей кожа обычная кожа перфорированная вот кстати у нас тут должна быть вентиляция еще сиденье не только подогрев но и вентиляция ругается что садится аккумулятор тем не менее вот так вот выглядит супервижен приборка супервижен вот такой вот руль четыре спицы с подогревом управление управление у нас громкой связи значит руль у нас регулируется по высоте по высоте я сказал и должен быть регулируется по вылету вот так вот он регулируется вот фиксируем обратно так все таки это большое кроссовер имитация блокировки автохолд ручника клиренс 185 не такой уже большой но тем не менее у него есть дизельные 2 и 2 двигателя с мощностью 200 лошадиных сил коробка имеет три режима комфорт спорт и смарт смарт она вроде как адаптивно вроде как подряд подстраиваться под ваш стиль езды так вот закрываются подстаканники это пепельница у нас можно выбросить значит что у нас вот тут вот тут обещана у нас беспроводная зарядка для телефона обычный прикуриватель аукс usb еще одна розетка 12 вольт большой восьмидюймовый монитор отдельное управление климатом подогрев руля вентиляция подогрев вентиляция двухзонный климат система старт-стоп только у нас должна быть как-то закрываться вот она закрывается как говорят реальным лаком покрытая пластиковая заглушка у нас 5 непристегнутых пассажиров какой ужас это все-таки кореец где всегда было оптимальным соотношение цена-качество и за те деньги которые он стоит он довольно таки плотно напаршированный конечно нет предела совершенства в российских комплектациях все намного побогаче ну и объемы там немножко побольше перчаточный ящик который у нас кнопочкой открылся красиво вот так вот красиво микролифт еще проверю бардачок ого мне нравится обивка торпеда мягенькая приятная на ощупь даже вот нитки не настоящие вот то что я люблю большая панорама управление панорамой и подсветкой здесь мы посмотрим у нас зеркало а подсветка у нас вот отдельно от него зеркало то же самое должно быть у водителя да точно так же у водителя или водительницы а вот так вот выглядит ключи от машины сюда можно ставить навигацию я так понимаю а говорят у нас есть то что я люблю спрашивать android auto и apple carplay здесь есть акустика у нас карман по подвеске у нас впереди макферсон сзади независимая многорычажка хочу открыть капот акуст заявленный расход этого двигателя в районе 10 при доводском цикле и в режиме трассы до 6 метров ну при каких-то определенных условиях я и говорил это у нас 7 местный вариант шторочки с ручным приводом одной рукой вот так третий ряд сидений у нас он сложен иду раскладывать как мы боремся с багажником вот тут вот есть у нас кнопочка вот здесь вот кнопочка мы легонечко нажали багажник довольно таки шустро резво открылся вот кнопочка чтобы его закрыть потом нажмем свет так так если сложить задний ряд сидений то мы получим объем багажника чуть больше 100 литров пива так вот он разложен третий ряд сидений и довольно таки у нас сейчас полностью разложен весь салон так потянули толкнули там клавиша а вот в российских комплектациях по моему нету такой клавиши которая складывает задние сиденья что есть кондиционер на третьем ряду то есть его можно ну как работает как обычно кондиционер по идее ну как бы точно не ежедневно там у нас климат получается на этом вот положение в семиместном соренто у нас получается 1662 литра так так начинаем складывать со среднего ряда получается да потому что там нужно ходить вокруг машины потому что сложить нужно оттуда вот это подлог подголовник очень такой все можно ехать пять полноценных пассажиров и один и два худых разобрался я как работает память открывания задней двери вот например вот мы ее до такой степени остановили вот и чтобы он запомнил это положение нужно нажать и подержать на вот эту кнопку он запомнит потом следующее открытие будут до такого уровня запоминать это положение я не буду потому что если честно говоря я не разобрался как потом стереть эту память наверно поднять до упора и опять запомнить ну наверно так система антизащемления есть она останавливается начинает открываться дальше ну как то так вот 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 хочу посмотреть еще что у нас тут под полом шторка которую не при необходимости можно закрыть и какой то там еще бардачок запаска полноценная находится у нас под автомобилем я не ставлю я не ставлю своей задачей поиск каких-то недочетов в этой машине но могу сказать то чего лично мне не хватает мне не хватает датчика слепых зон мне не хватает кругового обзора в большой мультимедии нравится мне здесь большая панорама и нравится то что все таки реализация третьего ряда сидений немножко интереснее то есть в любом случае мы получаем большой багажник максимально семестная комплектация ничуть не уступает по объемам багажника средней комплектации традиционно мне машина понравилась конечно не помешало бы на нем прокататься но пока тестовых машин нет будут обязательно покатались если кому то интересно мое мнение то автомобиль мне понравился я люблю большие автомобили я люблю автомобили нафаршированные всякими электронными штуками я надеюсь ими наверное удобно пользоваться после того как я прокатаюсь я могу наверное еще сказать как он нравится или не нравится мне в ходу но пока вот так констатация того что есть а на сегодня это все спасибо что смотрели надеюсь вам понравилось до новых встреч в эфире поэзовом вакурус 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 Продолжение следует...